Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую вас на первом официальном заседании Совета Молодежной Мэрии. И на повестке у нас следующие вопросы. Заседание Молодежной Мэрии начинается с объявления повестки дня. Дарье Пелизиной, студентке первого курса, приходится быть строгой, ведь теперь она молодежный мэр города Иркутска. Молодежная мэрия создана для помощи администрации в решении городских проблем. Ребята, которые вошли в состав организации, не просто студенты вузов. Это активные и неравнодушные к своему городу люди. Дарья еще в школе была членом профсоюзной организации. Постоянно участвовала в проведении общественных мероприятий. Ее заслуги отметили в отделе по молодежной политике и пригласили руководить молодежной мэрией. Мы хотим наладить диалог молодежи с администрацией города Иркутска. Как-то повысить активность молодежи в решении проблем города. Потому что мои однокурсники, мои друзья и коллеги, они много видят проблем города. Но это все остается в таких личных беседах. И, как правило, они боятся выйти в администрацию с предложениями какими-то, с какими-то проектами. А мы вот именно хотим, чтобы ребята, видящие проблемы, понимающие, как можно их решить, не боялись вот этого, могли обратиться. Структура молодежной мэрии проста и, по мнению ребят, эффективна. Есть мэр и его заместитель. А также четыре советника по всем округам Иркутска. А у этих советников, в свою очередь, есть помощники. Все ребята работают на общественных началах. Антон Корж, как только услышал о новой организации, сразу предложил себя на должность советника по Свердловскому округу. Ведь давно живет в этом районе. И его судьба Антону не безразлична. На сегодняшний день мы участвуем в поддержке к проведению культурно-массовых мероприятий по Свердловскому району города Иркутска. Мы старались охватить всех жителей Свердловского округа без разделения на какие-то классы, категории, быть то студенты, либо пенсионеры, провести общие культурно-массовые мероприятия для того, чтобы сблизить жителей нашего округа. Хоть новый орган и работает совсем недавно, но проектов и планов у ребят с каждым днем все больше. Например, организовать мероприятия по массовому сбору крови, улучшить условия проживания студентов в общежитиях, провести соревнования среди горожан по зимним видам спорта. Антон Чернышев, Мария Войцешко, Александр Барановский, городской информационный канал Камертон.